Здравствуйте, это программа в фокусе событий. Меня зовут Анатолий Никитин. Итак, 177,7 тысячи рублей. Есть такая сумма у вас? Если нет, то можете взять, ну не у нас, а у банков, кредит. Ведь именно такую сумму составил средний размер выданных потребительских кредитов России в июле текущего года. Меньше, чем в июне на 0,7%. Тогда россияне в среднем брали 179 тысяч рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй. Как отмечает директор по маркетингу организации, в последние месяцы средний размер потребительского кредита стабилизировался на уровне 170-180 тысяч рублей. При этом стабильность данного показателя в июне-июле наблюдалась на фоне снижения количества и объема выданных потреб кредитов. Во многом это является следствием жесткой денежно-кредитной политики регулятора по охлаждению кредитного рынка. Вместе с тем, благодаря возросшим доходам граждан, их кредитная и потребительская активность по-прежнему находится на достаточно высоком уровне, обеспечивая стабильное развитие рынка необеспеченного кредитования. Говоря проще, хорошо, что берете, помогаете стабильно развиваться. Сейчас даже значительнее, чем в начале года, ведь в сравнении с январем, когда средний размер выданных потребительских кредитов составлял 146 тысяч рублей, к июлю этот показатель вырос практически на 22%. Самые большие суммы брали в июле москвичи, что неудивительно, жизнь в столице вряд ли дешевеет. Там средний размер выданных потребительских кредитов составил примерно 312 с половиной тысяч рублей. На втором месте по запросам Санкт-Петербург с показателем около 250 тысяч рублей. Далее следует Московская область, Ханты-Мансийский автономный округ и Татарстан. В республике в середине лета кредиты брали в размере примерно 218 тысяч рублей. Практически на 40 тысяч больше, чем в среднем по России. Ну, тут есть на что потратить. Более того, если в целом по стране в июле средний размер выданных потребительских кредитов снизился в сравнении с июнем, то в Татарстане наоборот вырос на 10,8%. И это один из самых высоких показателей. По данным другой организации, объединенного кредитного бюро, на который ссылается Коммерсант, в июле ожидаемо сократилась доля ипотечных кредитов в общем объеме выданных кредитных средств. Сократилась значительно, в два раза. Раньше ипотека была лидером в розничном кредитовании с показателем 42%. И это не ставка по ипотеке. Пока. Это ее доля в общем объеме выданных кредитных средств. А вот в июле доля составила лишь 21%. Теперь лидером стали кредиты наличными. Они заняли наибольшую долю в общем объеме кредитных денежных средств в июле. 22% пришлось на кредитные карты. 14% составили автокредиты. Поскредиты составили 2%. Поскредитование – вид потребительского кредита, выдаваемый непосредственно в торговых точках. Эксперты прогнозируют, что сокращение доли ипотеки продолжится. Они предполагают, что в четвертом квартале 2024 года доля ипотеки в выдачах составит 18-25%, а соответствующая доля кредитов наличными будет на уровне 35-42%. В то же время на фоне роста портфеля потребительских кредитов, обгоняющего динамику ипотеки в первом полугодии, эксперты говорят о росте инфляционного давления. Поэтому, как пишет РБК, финансовые власти обсуждают новые меры охлаждения необеспеченного кредитования. Ведомства могут предложить варианты искусственного увеличения сроков оформления таких суд, а также различные способы ужесточения выдач в привязке к показателю долговой нагрузки. Но конкретных предложений по снижению темпов роста потребительского кредитования пока выработано не было. Значит, брали, берут и пока будут брать. Это была программа «В фокусе событий». Смотрите нас и будете в курсе того, что действительно интересно.